что я заметил вот у всех ролистов оказывается есть свои автошколы они размечаются автомобили расписывают он поехал 1 из что я хотел сказать а я у нас дрифтеры у нас дрифтеры походу имеется эвакуаторы как-то поменялась очень кардинально сфера деятельности ролисты автошколе учат а дрифтеры перевозят тачки такая себе тема ну вот такую тему я заметил для приехали на металлобазу тут нужно нам купить кое-какой материал ну и далее определенные размеры которые нам нужно отрезать и помните раньше в школе на уроках труда было над доской написано 7 раз отмерь один раз отрез короче это уже не работает на сегодняшнее время уже другое работает сто раз переспроси и один раз отрежь потому что это уже не актуально что было раньше так у нас тут идет сорок шестой сорок шестой идет установка бака winters уже установили сейчас идет установка бака впритык правда бак но проверено места хватает даже записали видео прислали хозяину чтобы он глянул места хватает но вот тут будет бак вот такое было принято решение сейчас делаем под него каркас и крепление так сказать чтобы защищала бак и при этом крепко и надежно держала это все вот такой процесс у нас по 46 напомню так ответ для тех которые говорят что как же winters обслуживаться будет как же winters обслуживаться будет рассказываю мы перед тем как делать крепление установили закрепили так на хомутах бак и залезли трещоткой открутили гайки и сняли крышку залезли сняли шестерни но и поставили назад шестерни до гайковертом откручивать нельзя но трещоточка без проблем она откручивается крышка снимается и шестерни поменять можно без всяких вообще вопросов дав притык но в любом случае обслуживать можно его без всяких проблем поэтому как бы даю вам ответ собственно уже крепление до конца закончили вот так они выглядят уже до конца сделано вот так это вот у нас происходит дальше еще нужно сделать два кронштейна вот таких вот на вот этой нашей конструкции для того чтобы лентой можно было зажимать а так в принципе уже готова на теперь покажу что я тут делал с тридцаткой чуть чуть переделал корпус вернее желоб под водопровод вот так вот он у нас тут выглядит но вот ту часть где вам не загрунтована чуть-чуть переделал дальше водопровод уже установил до конца на машину вот на фитингах на н-20 в алюминиевые трубки вот у лежат уже в этом желобе вот так вот они вышли у нас эти алюминиевые трубки как для себя делал видите без всяких вообще вопросов получилось и собственно вот тут вот в этом месте вот переделан вот этот желоб по-другому и 90 градусные фитинги повороты идут вверх и уже вдоль кузова будут дальше идти вот так вот это вот у нас получается